дорогие друзья здравствуйте спасибо что вы посетили наш канал юрий лариса иванова и если вам интересно не только будет эта заготовка которую я вам сегодня предложу то пожалуйста милости просим у нас на канале есть плейлист заготовки на зиму и посмотрите готовьте вместе с нами а сегодня я вам предложу один из самых своих любимых салатиков на зиму сытных можно даже сказать этот салат с рыбой и овощами я даже не помню когда и в каком году мне дали этот рецепт но я так благодарна и кто даже не мне этот рецепт так дал тоже не помню но я очень благодарна тому человеку может он меня посмотрит и скажет это я бы ну вот и сегодня я хочу вам показать как я заготавливаю эту скумбрию значит на зиму консерву не обязательно брать скумбрию можно брать и сельдь но когда мне давали эту заготовку у меня в заготовке был была рыба не очищены от костей я же выреза вырезала с нее филе самого первого раза и мне давали этот рецепт на сельдь я взяла скумбрию самого первого раза и всегда готовлю этот салат только со скумбрией сегодня как всегда я вам покажу только на пол рецепта потому как полный рецепт мне не нужен я уже вам говорила я под видео оставлю описание на полный рецепт что я для этого взяла и для пол рецепта я взяла пол килограмма лука а говорю сразу может быть у меня будет плюс-минус 20-30 грамм пол килограмма моркови пол килограмма свеклы 2 килограмма помидор и два килограмма уже очищенной скумбрии без костей то есть изначально я ее покупала у меня было больше четырех килограмм все все я удалила выкинула вот осталось только два теперь мне нужно будет 200 миллилитров масла ну примерно 80 90 грамм сахара теперь полторы ложки соли соль по вкусу если вам нравится посолонее может добавить и ну с осторожностью как бы не пересолить как говорила моя бабулька не досол на столе пересол на спине у меня здесь 40 грамм сахара полторы ложки 1 столовая ложка 25 грамм весит и вот тут у меня горошками перчик и также мне нужен будет столовый уксус я его специально не налила показать что вот такие вот бутыли уксуса у нас продаются в продуктовом магазине за 31 рубль примерно 31 рубль для начала я конечно этот рецепт доработала под себя как мне нравится его готовлю поэтому показываю вам как именно я буду готовить я буду крошить лук не совсем крупно но и не мелко ухоедренный лук у меня нарос плачу сижу сейчас чтобы не терять время я бегу его обжарить немного вот так я обжариваю лук я использую то масло которое у меня было предназначено для этого рецепта я крышку не закрываю помидоры я тру на терке но можно перекрутить на мясорубке даже нужно у меня ее просто нет как там ларица занимается перетиранием она мне поручила помешать лучок не пригорел видимо я так понял из меня такой готовщик знаете как из моей бабушки балерина помидоры готовы я их натерла чем мне нравится натирать на терке что я шкурку сразу убрала у меня 2 килограмма чистого веса я на шкурку учитывала так что смотрите сами или вы будете перекручивать или вы будете тереть теперь мне нужно потереть свеклу на мелкой терке тут мне лариса решила научить готовить я поставила помидоры на огонь на высокий теперь я сюда скидываю этот лучок который я обжарила и буду обжаривать свеклу а юра у меня помощник мой незаменимый будет тереть морковь девочки мальчики привет я не поздоровался вначале вот перетер ларисе помог свеклу теперь тру морковь на крупной терке сейчас я буду обжаривать совсем немножко буду обжаривать морковь кастрюле у меня уже все кипит я тоже также совсем немножко свекло обжарила и все сложено в общую массу у меня остался один компонент это рыба ее нужно порезать ну вот такими примерно кусочками у меня здесь уже все хорошо кипит теперь немножко совсем не обжаривала даже эту морковь притомила и кастрюлю добавляем сейчас хочу сказать насыпем соль сахар и будем это тушить сразу насыпаем сахар соль перемешиваем и оставляем на медленном огоньке тушиться 30 минут я тем временем подготавливаю банки на 110 градусов температура я их держу 15 минут крышки я стерилизую в воде рыбка пока подготовленная лежит ждет своего час у меня тут все хорошо кипит я опускаюсь сюда рыбу немножко промешать надо сейчас включу на мощный огонь но мне прокипит я убавлю до минимума и буду тушить 40 минут в процессе включимся и я вам еще расскажу что я еще делать прошло у нас время сколько положено я высыпаю перчик я забыла сказать лаврового листочка 2 лавровых листочка добавляю и мне нужно сюда еще добавить 4 столовые ложки полный 9 процентного столового уксуса тушим еще минут 15 и будем раскладывать по банкам я достала горячую баночку я вот такие баночки закрываю эту консерву все очень горячо крышка у меня тоже горячая и закупориваю и так со всеми баночками проделываю и и и и И вот она моя рыбная консерва С овощами готова на зиму Почему я в такие баночки закрываю? Очень удобно брать с собой На работу у меня муж часто брал Взял баночку, скушал И ничего не остается Поэтому мне очень удобно в такие Вы закрывайте баночки Те, которые вам нравятся У меня получилось 19 баночек Из того количества продуктов, что я вам показала И теперь Вы видели, я горячее закрывала Я это не стерилизую И теперь я сейчас закутаю в теплое И до полного остывания Они у меня будут стоять В теплом месте Ну а мне остается Дорогие друзья С вами попрощаться Пожелать вам отличнейших заготовок Всем хорошего настроения И всем пока-пока Увидимся в следующем видео Ну и я прощаюсь Пока-пока